Байконур Байконур — первый в мире и самый крупный причал Вселенной. За 60 лет работы космопорта почти 5000 стартов. Здесь построены 9 стартовых комплексов для разных типов ракет — «Союз», «Протон», «Зенит». Две площадки — первая, «Гагаринский старт» и «31-я» — предназначены для ракет-носителей, которые выводят в космос грузовые прогрессы и пилотируемые союзы. Во многом благодаря Байконуру Россия сегодня признанный лидер космического клуба. В 2014 году отсюда состоялся 21 запуск космических ракет. Это около четверти от общего числа мировых пустов. 12 февраля 1955 года в СССР было принято решение о создании космодрома Байконур. Вскоре на станцию Тюратам высадились первые строители. Построить военный космодром надо было за два года в обстановке строжайшей секретности. Даже письма военным приходили на условный почтовый адрес Москва-400. Владимир Ярополов приехал сюда в 1959-м молодым офицером. В станции назначения было написано «Тюратам». У нас хватило у нас ходить в строевой отдел и посмотреть железнодорожную карту Советского Союза. И там мы нашли вот этот «Тюратам», который был расположен в километрах с трехстах от Аральского моря. Когда создавался космодром, то его, очевидно, по таким соображениям секретности, строили таким образом, что все строения, которые были, они с поезда вообще не видны были. Важным фактором выбора места под строительство будущего космодрома была возможность разместить системы радиоуправления. За них отвечал Михаил Рязанский, один из шести ракетных конструкторов страны, которого называли главным космическим радистом. Он и выбрал место для космодрома Казахской степи. Совсекрет на особой важности рассекречено. Наиболее приемлемым вариантом является район вблизи реки Сыр-Дарья, примыкающий к железнодорожной магистрали Чкалов-Ташкент на участке между Казалинском и Джусалы. С местом падения боевых частей на незаселенной территории полуострова Камчатка у мыса Озерной. Установить ракету космического назначения в стартовую систему. Сложнее всего далась строителям стартовая площадка номер один под будущую ракету Р-7. Котлован затапливали грунтовые воды. И все же 15 мая 57-го отсюда стартовала первая боевая ракета – знаменитая «семерка». Я принимал участие в испытаниях этой ракеты. Она довольно часто отстреливалась, довольно часто взрывалась. Занимался там системой аварийного подрыва ракеты. В случае ее отклонения от заданной траектории нужно было каким-то образом блокировать ее, чтобы не произошел ядерный взрыв. После испытаний Р-7 встала на боевое дежурство. Именно эта военная ракета 4 октября 57-го года вырвалась в космос, но не с ядерным зарядом, а с первым искусственным спутником Земли. Через четыре года, 12 апреля 61-го, отсюда эта же ракета вывела на орбиту корабль «Восток» с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Сегодня рядом с Байконуром два аэродрома. Аэропорт Крайний принимает самолеты со специалистами и космонавтами. В аэропорт Юбилейный доставляют космические аппараты. Современный космодром — это целый город. Стартовые комплексы, кислородный завод, заправочные станции, монтажно-испытательные корпуса для сборки ракет и спутников. Для космических экипажей здесь создан целый предполетный комплекс. Плюс 40 в тени. Однако коренные жители зноя не замечают, привыкли. Веками их предки кочевали по этой земле и пасли скот. Привыкли они и к соседству с космодромом. Но в день старта семья Чабана покидает свой дом на несколько часов. Таковы правила безопасности. Оттуда вижу, когда ракета стартует. 10. Параметры системы управления ракетоносителем в норме. 15. 20. Двигатели первого второго степени работают нормально. Уже 150 землян отправились с Байконура в свой космический рейс. Накануне старта каждый новичок по традиции сажает именное дерево. За 60 лет выросла целая аллея. Растет на аллее дерева и первого космонавта Байконура Олега Артемьева. На этой земле он вырос. Отсюда год назад отправился в космическую экспедицию. В таком бы качестве бы я сюда не приезжал, то мне всегда здесь будет очень приятно. Ну, а какие могут быть чувства, когда приезжаешь в родной город? То есть все тебе тут знакомо. Масштабность нового стартового комплекса несравнима с существующими стартами. Когда родился Олег Артемьев, в разгаре была лунная гонка. Здесь построили гигантский стартовый комплекс для ракеты Н-1. На этой ракете главный конструктор Сергей Королев мечтал отправить советских космонавтов не только на Луну, но и к другим планетам. Королев, он старался как можно больше сделать. Изготавливали космический аппарат и никаких заводских испытаний вообще не делали. Его сразу привозили туда, на космодром, и на космодроме только начинались все испытания. Испытания шли днем и ночью. Люди не жалели себя. Тяжелейшие климатические условия, отрыв от цивилизации. И тем не менее Байконур притягивал людей. Со всей страны приезжали инженеры, конструкторы, чтобы воплотить в жизнь новые космические проекты. Одним из главных стало создание комплекса многоразовой космической системы «Энергия Буран». Что надо было сделать? Первое, отрыть огромный котлован, полтора миллиона кубов. Во-вторых, построить все коммуникации, дороги, железные и подъездные пути от старта до технической позиции, монтажно-испытательного корпуса. Тот монтажно-испытательный корпус, который строился для лунной ракеты «Эн-1», он был переделан. С полосой для «Бурана» строителям пришлось повозиться. Четыре километра идеально ровной поверхности для посадки советского челнока возведены на зыбучих песках. Бетонка получилась вечная. Мы его ожидали где-то над горизонтом, что он зайдет. Поднимаю глаза, такое ощущение, что он падает буквально на голову. Потому что он шел из облаков, вывалился настолько вот круто, идя вниз, что первое было, ну все, сейчас вот разобьется. Ну, умничка, конечно. Плавненько-плавненько коснулся полосы. Большой страны не стало, и проект «Энергия Буран» закрыли. Триумф сменился неопределенностью. Байконур оказался на территории соседнего государства Казахстана. Теперь космодромы России арендуют. Для обеспечения дополнительной перспективы и эффективного использования космодрома Байконур по выполнению различных космических программ президенты России и Казахстана в январе 2004 года подписали соглашение, продлевающее срок аренды до 2050 года. Сегодня строится «Восточный» – новый космодром в Амурской области. Первый старт планируется в декабре этого года. Однако Байконур продолжает работать и на пенсию не собирается. 60 лет – не возраст. 60 лет в истории страны – это миг всего-навсего. Но 60 лет в истории Байконура – это огромная единая судьба многочисленных людей. Сегодня с космодрома выводятся на орбиту новые космические аппараты. По маршруту Земля МКС стартуют ракеты с кораблями. В ближайшие месяцы к орбитальной станции отправятся грузовид «Прогресс М-28» и пилотируемый корабль «Союз ТМА-17». История Байконура продолжается и в 21 веке. Субтитры создавал DimaTorzok Гринал Диман МКС «Прогрессcol